это все наш милый bios и gpt играет вот идите в bios никогда у меня проблем с возносом таких не бывало так на первое бут ну подождите security security там было да да security так вот здесь мне нужно чтобы вы очень четко мне левый край не виден опты тут сильно много так так тут установка паролей secure boot enable it secure status а чуть нам secure boot enable it зачем нам это нужно сделайте secure boot disable it нет это не то это вы на пароль устанавливаете выйдите отсюда ничего там не вводите с стрелкой вниз наведите вот а вот теперь сделайте его дисэйблит дисэйблит до enter secure boot статус ну хрен с ним так select чего по тип а ну-ка нажмите на что там за тип а нет это reset идет set up так давайте на следующие там следующее идет у вас не не нет следующая вкладка тут там уже все прошли что необходимо там идет будда а перед так буд вот уефи а и теперь правее уефи boot in a blood in a blood in a blood usb так вот легоси 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 с опорда да с нетворками с этими я так но толком у вас не разобрался чё там такое еще значит конфигурация вкладочка конфигуры да тут что такое системное время системная дата usb и легоси иные блит это хорошо беспроводная иные блит хорошо все видите на выход в 10 сохранить и выйти идите на самую левую вкладку на выход exit 7 changes выход сохраняя изменения enter да да ну давайте посмотрим сейчас какие чудеса тут нам будут преподнесены вот меню зайдите скорее всего скорее всего ну скорее всего там должна показаться флешка она на третье будут меню нет вот да так вот язык если дженни есть так 1 1 вот иногда бывает вот такие вот компьютера свина на которых стояла восьмерка вот они такие капризные что порой возникает большое желание взять молоток и это самое обработать по полной от души но ничего тут терпешь нужен пока хватает ну давайте запускайте тимку и мне это самая пароль скажите ну давайте я вас вижу так теперь попробуем здесь так skype тут не запустился сама самостоятельно да а почему ай как жалко и моя мне почему-то хотел еще раз берем перепроверяемся мсдос теперь открывайте программу систем бака начинайте на это самое вы к до начала все по новой программа систем до установка системы и давайте английскими буковками шидите вот и все достаточно этого будет ну а теперь значит помните уже 50 гигабайт подо что мы смонтируем да точка монтирование открываете менюшку стрелочка зеленая теперь за право нижний угол а потяните немножко вправо чтобы мы видели на крестики да 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 вправо тяните еще вот то есть где чтобы мы видели что вот видите форматировать этот новая . монтировали все отмечено а теперь нужно встать на другой раздел курсором нажать начать на раздел на котором нарисовано 4 гигабайта чтобы он подсветился вот и тут вам подсказка уже дана как его почку ему сделать какую все правильно зеленая стрелочка отмашка так и последний раздел домашний до все сделано правильно нажимаем на далее старт ну 20 10 начали 2 21 10 15 можете посмотреть сколько будет установка с таблицы мсдос дочка помогать пришла любопытство не порог способ познания мира так ну что давайте будем перезагружаться телефончик ну чё ну шесть минут шесть минут как и тогда шесть с половиной минут такие нажимаете и на красную кнопку жмите выключить примудительно без всяких разговоров все равно выключить вот и пусть там себе думает берите телефончик в руки будете мне экран показывать какие чудеса нам на сей раз выкинет ваш милый китайский компьютер хотя у меня тоже леново настольный только так отключился можно включать вынимаете флеху так ну вроде бы появилось загрузочное меню да ну и нажимаете enter это я специально сделал чтобы строчки бежали по экрану не была какая-нибудь статичная картинка почему потому что если там что то не так всегда эту строчку можно на бумажку переписать и потом ну это самое с другой операционной системы зайти в интернет и поискать решение то есть здесь идет довольно таки подробная детальная значит информация о том как компьютер загружается ну то что вам как говорится систему поставили это уже сами видите однозначно и вот вам как говорится моя нелюбовь к системе gpt и мое так сказать хорошее отношение к системе к таблицам мсдос вот та же сборка на gpt как говорится через одно место колодой вот а значит как вам нравится это менюшка ну я полегчатку а ну что ну пароль знаете заводите заведите еще раз у вас как было маленькими буквами через кс алекс или александр а точно кс а я икс алекс я я хочу помню что у вас было через кс и девяточка ну вот я пользуюсь и так и так и поэтому а вот так тема для себя уже раз навсегда определитесь да и все но я могу вам вообще такое окно загрузки убрать будет грузиться сразу без пароля ну да давайте это самое так тем юра сейчас я вот себя выведу тут тут уже будет очевидно уже новая у вас 1 так что будет в него полностью диктовать кубах причем то нет а потому что нет вайфа вот файлик команды видео . ctb берите и скачивайте правой кнопкой скачать обычная загрузка разрешить скачали все все что угодно кроме того что нужно не знаю а вот это то что нужно так скачать в одной я здесь у меня команды и видео и много информации которую я насобирал значит как пользоваться значит сейчас покажу вот запустили он вас уже все вам показывает это вот какие там программы как там чувствуется и так далее но теперь 273 килобайта крохотулька сохранить ну теперь будем вам смертельные номера показывать вот смотрите сюда вот я расширение поставил вот пожалуйста вам уже сразу скачать вы на него нажимаете и насколько я понимаю вот он уже вам и качает заходите в скаченные файлы обойдется здесь пожалуйста всегда можно посмотреть качество 1280 на 720 ну вполне нормальное качество качайте себе с трубы как говорится на здоровье так сейчас я тут нажму чего для родного питера не сделаешь так значит погода есть время есть фильмы качать умеете скайп работает скачать работой чего еще душеньки вашей надо спасибо да пожалуйста саша если что я это самое зайду значит вам на этот самый на сайт и информацию получу всегда пожалуйста там свеженькая информация у нас очень хороший форум там люди общаются там есть курилка там попросту шутят а есть там на разные серьезные темы по линуксе по винде там говорят ну зайдите зарегистрируйтесь думаю что нормально все будет поползайте по сайту мы его говорится делали специально для русскоязычных людей скажем так невзирая там на национальности а просто вот язык общения русские все пожалуйста никаких там самоущемления ничего посмотрите поползайте там очень много уроков там авторов уже там где-то человек шесть у нас сидит а я в самое главное то забыл вам господи ты боже мой сижу дуся маруся для вас то самая главная задача теперь вот то что мы сейчас создали поднастроили что нужно сделать перезагрузить нет сделать надежную копию из которого чтобы всегда могли так не надо мне это вот пойдем сюда мы и пойдем сразу сюда в корневой режим потому что архитектуру теперь вашу я уже заводите пароль потому что вот если что-то случится то вас уже всегда будет надежная откатная копия то есть никак с виндой а тут всегда взял как говорится даже с флешки восстановился из нее всегда можно будет восстановиться на тот состояние в каком было вот смотрите это корневой раздел вот это вас домашний а вот это абсолютно обособленный значит раздел на котором значит вот сейчас мы что и сделаем я это вот уберу это вам не нужно это тоже уберу у них любят там а не мусор оставлять так вот смотрите а вот на этом разделе мы его потом позже назовем очевидно как нибудь там по типу дата вот все по-русски написано новая папка вот так английскими буковками в ней и напишите lmc linux mince nomo три буковки поставьте да и все только не с а си с русская и вот здесь значит сделаем две папочки root и home первая значит будет пишите root корневая вторая будет home home дом домашняя значит мы сейчас сделаем вам а теперь вот здесь вот так же напишите mbr это вот наша таблица разделов то есть вот это ваше скажем бомбоубежище на всякий черный день а теперь смотрите что мы будем с вами как говорится вытворять вот это вот чуденькая программа заводите значит у нас вот на этом мы хотим сохранить вот этот вот раздел корневой мы его хотим сохранить где ух ты он тут даже с этими прибамбахами себя выдает с какого бы это перепугу таким образом так ну и как я тут тогда определюсь нет господа хорошие такой номер с вами не прокатит не прокатит подсоединим заводите второй так мы сейчас раздел его здесь вот обзовем так ух ты а их то ведь не обозвать их и не отмонтировать ах ты елки-палки это сплешки надо было делать и сплешки всего спокойно бы создать так ай-яй-яй-яй-яй-яй вот тут я лобухнулся так ну-ка давайте снова ну вот слава богу значит вот смотрите самый легкий раздел мбр так значит возьмем вот отсюда с главного сохранение таблицы разделов то есть вот то что мы создали иногда бывает вообще черные экраны ничего не грузится то есть полностью там все полетел или еще что то вот вот вы так набираете идете в медиа сда лмс мбр сохранить таблицу разделов все таблица таблица разделов пишите лмс черточка рут не нс а мс линукс минт цинамон лмс лмс черточка рут лмс здесь здесь выставляем количество процессоров у вас один или два процессора два процессора вот это самый лучший формат для линукса лзо нажимаем теперь на сохранить раздел в живую да в живую сохраняй в живую голубчик вот так то есть самое первое вот как только чуть-чуть поднастроили самые необходимые настройки сделали вот это называется прикрыть бумажкой одно место или сделать кладовочку на черный день то есть еще такую же штуку когда там почините свои внешние жесткие диски я вам рекомендую этой же программой вот такую же структуру сохранить еще где-нибудь на внешнем жестком диске потому что ну скажем так практикой проверено что люди все равно со временем ползут там начинают что-то там делать потом хватается за голову у них все летит а восстановиться то они уже как говорится и не могут а у меня уроки на моем сайте есть на эту тему как сделать копию и как с нее восстановиться вот и все даже если что взяли пересмотрели уроки как говорится и вперед из песни берите и восстанавливайтесь загрузочная запись у вас сохранена мастер бут рекорд корневой раздел мы вам сейчас вот на полных парах сохраняем причем скорость у него хорошая просто диву даешься господи ты боже мой выкладывать ты начал ролики вообще так думаю для себя хотя бы там что было память там для дочки там ничего подобного штук десять выложил мне там мои друзья давай Алексей ну давай у меня ролики поначалу там и звук был не очень качественный но я вот правда сразу себе поставил за стандарт чтобы у меня было самое высокое качество тысячи восемьдесят чтобы это четко так ну что во первых вот ушло десять минут это потому что слабенькая железо слабенькая оперативка обычно у меня это занимает там 3-4 минуты максимум тем не менее копия значит таблица разделов сделана и копия корня сделана теперь здесь бы я еще добавил же просмотр значит размера ну размеры мы легко определим и так у нас есть один броузер файловый менеджер есть другой размеры можно и без доступа корня определить вот таким вот образом вот другой файловый менеджер одноглазый я их называю одноглазовыми так вот этот раздел у нас вот lmc root давай давай голубушка вот вот 3,4 гигабайта это полностью вот ваша настроенная флешка потом еще раз такую же копию сделаете но уже допустим со своими там паролями которые вы там заведете там и в skype там и в dropbox там и в google chrome и так далее это просто через crusader в корнем режиме удалите и заведете уже новое свое уже как говорится вообще да еще и под пароль положите и все у вас будет нормально значит ну все значит последняя проверка сейчас будете мне показывать экран перезагрузки я хочу чтобы посмотреть как у вас перезагружается скажем это самое компьютер уже без этого окошечка входа поэтому значит вот давайте сейчас показывайте мне камерой свой экранчик под телефончиком а нам надо выйти из skype и с вами связаться так все понятно так я сейчас вот выключу а вы мне позвоните с телефона договорились? да так включите у себя да 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 я я вижу экран там немножечко там это самое скосово как говорится боку но тем не менее там на кнопочку нажать перезагрузить все равно перезагрузить все равно перезагрузить извините не достаточно выключайте teamviewer тоже эсм эм 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 голосом что-нибудь сказало? Понятно Ну давайте посмотрим Enter Enter или ждать там секунд 10 И она потом автоматом сама начинает грузиться Могу сделать вам будет просто Листочек там в центре сидит У вас картинка какая неглупая и все Смотрите сами Я люблю смотреть строчки Они хоть какую-то информацию несут Сначала я как на это внимание даже не обращал А потом Пару раз столкнулся и сказал себе спасибо Что-то там не так Если идет то сразу раз взял строчку Переписал а потом с другого компьютера Там заскочил поискал там погуглил В чем там дело Как проблемы решили и все Бывает всякое Бывает сбой в сети Бывает сбой в напряжении Ну все Без как говорится уже этой штучки Ну ладно Саша я желаю вам всяческих успехов Значит так что Давайте приобщайтесь Желаю вам всего хорошего Ну ладно До свидания Счастливо Счастливо Саша